Десятки тысяч долларов в бутылке из-под ирландского виски. Такой презент решил преподнести один из руководящих сотрудников Ивано-Франковской таможни, военному прокурору львовского гарнизона. Подарочек на миллион гривен в пересчете на украинскую валюту предназначался за содействие в закрытии уголовного дела о коррупции на львовской таможне. О географии коррупционных схем и тех, кто в них запутался, Галина Якушко. О громком задержании высоких чиновников фискальной службы снова первым похвастал министр внутренних дел Арсен Аваков. Написал в фейсбуке, мол, опять поймали очередного взяточника. И сумма внушительная, более миллиона гривен. Такие деньги заместитель начальника Ивано-Франковской таможни Владимир Шокола принес военному прокурору львовского гарнизона Владиславу Савинцу. Просил закрыть уголовные дела по Борах, открытые несколько месяцев назад. Кроме миллиона, Шокола предлагал прокурору ежемесячные откаты. 10 тысяч долларов, чтобы не мешали работать по отложенным схемам. Грошовые деньги передавались в тубусе из-под ирландского виски. Такий металевый тубус. И именно там они находились четырьмя пачками по 10 тысяч долларов в каждой пачке. Уголовное дело, о котором идет речь, открыли еще 19 января. Тогда на взятки в 15 тысяч долларов задержали исполняющего обязанности замначальника львовской таможни. Сумы были разные. Были от 1000 долларов, 2000 долларов, 500 долларов. Кто сколько вы имел. Безусловно он напрямую грошей от подлежных не брал. Он выяснил какую-то особу, которая также работала на львовской митнице, которая должна была в определенный период обойти весь особенный склад, можно так сказать, и собрать какую-то данную. Борисова тогда задержали, а его подчиненных, фактически верхушку областной таможенной службы, отстранили от должности. Через некоторое время троих перевели в Ивано-Франковскую область. Владимир Шокола был назначен и у первого замначальника. Сам же начальник Левко Прокипчук, тоже бывший коллега по львовской таможне. И, судя по всему, схему сбора данной они организовали и на новом месте. В целом, чтобы вы понимали, руководитель митницы, простого митного паста, он за год зарабатывает больше миллиона долларов. Так бы говорить, что зарабатывает. Прости митник зарабатывает тоже от 200 до 500 миллионов. Я уже не говорю про более серьезные масштабы. В хабаре, что на митнице, что в податкове, что в других правоохранных органах, они бралися и будут брать, потому что ни одна правоохранительная структура у нас не реформована. В таможенной службе Владимир Шокола в целом 14 лет. Следующие 8 он может провести за решеткой. Уже в понедельник ему будут выбирать меру пресечения.